Продолжение следует... Рассказать немножко про способы заваривания чая и рассмотрим два самых популярных. Один классический при помощи гайвани и второй современный удобный способ заварки правильного чая в проливном чайнике. Вот у нас проливной чайник. Он представляет собой колбу и специальную такую вот вторую колбочку, в которую мы, собственно, насыпаем непосредственно чайный лист. Здесь есть кнопочка, все прозрачное. Нажав на кнопочку, мы сливаем настой в основную колбу. Сейчас я вам все продемонстрирую. Нам понадобится чай. Заварку рассмотрим на примере классического молочного улуна. Для улунов очень характерна сильная скрутка чайного листа. Видите, такие маленькие фрагменты. Каждый этот фрагмент это чайный лист, скрученный производителем по специальным технологиям. Я предпочитаю перед заваркой чайничек всегда разогреть немножко. У нас тут кипяточек. Таким образом сжимаю кнопку. Все у нас сливается вниз. Чайничек. Разогрет. Открываем крышку. Насыпаем чай. Как я уже отметил, улун это сильно скрученный чай. В процессе заварки чайный лист развернется. И станет в объеме гораздо больше, чем вы видите сейчас. Поэтому с улунами всегда надо быть осторожным. Ну и я заварил вот чайную ложечку. Полторы. Обратите внимание, сколько он занимает. Буквально даже не покрывает дно. Заливаем горячей водой. Здесь чуть подостывший кипяток. Закрываем и смотрим. Чем хорош проливной чайник? Мы можем наблюдать за процессом заваривания. Это само по себе интересно. Как раскрывается чайный лист. И можем наблюдать за цветом настоя. Обычно к каждому чаю идут рекомендации. Сколько времени его заваривать. Первую, вторую, проливку, следующую. Но можно все это индивидуально, под свое усмотрение. Я считаю, что хватит. Нажимаю кнопочку. Здесь, в этом чайнике, конкретно в этой модели, есть еще удобный замочек. Я могу нажать кнопочку и слегка повернуть ее по часовой стрелке. И она фиксируется нажитой. Настой сливается. Это была первая проливка. Обратите внимание, как раскрылся чайный лист. Он уже занимает практически треть от заварочной колбы. Видите? Можем провести вторую, третью проливку. И после того, как вы пролили чай, у вас чайный лист не находится в воде. Вся вода слита. И можно, таким образом, оставив чайник в покое, когда вам захотелось еще попить чаю, заварить таким же образом еще раз. Чайный лист не застаивается в горячей воде. И не становится там токсичным этот настой интенсивный, потому что все, вся вода слита. Вот он такой, светло-желтого цвета. И можем наливать по пиалкам. Такая специальная пиалочка. У нее двойные стенки. Ее можно спокойно брать в руки, она никогда не обожжет. Но пить, соответственно, надо осторожно, потому что настой горячий. Отличный чаек. Хороший чай выдерживает несколько проливок, если мы говорим о проливном чайнике. Например, улуны могут держать до 6, 7, 8 проливок, не теряя вкуса. Точнее, вкус даже будет раскрываться. При первых проливках он будет один, при последующих другой. Такие чаи, как пуэр, могут держать до 10 проливок, тоже меняя вкус. Красные чаи, которые у нас в России называются черными, обычно держат поменьше. 2-3 проливки, 4 максимум. Потом вкус теряется. И у нас пришло время показать второй способ заварки. Классический, китайский. Если вы придете в какой-нибудь чайный клуб, на чайную церемонию, скорее всего, вы увидите вот этот классический способ заварки в Гайване. Гайвань представляет собой такую вот чашечку с крышечкой. Ничего особенного. И вот у нас есть еще пиалочка вторая для эксперимента. Как заваривается чай в Гайване. Насыпаем чай в Гайване. Здесь нужно еще меньше. Буквально вот пол чайной ложки я кладу чайного листа. И заливаю горячей водой. Вставляем. Смотрим. Обратите внимание. Чайный лист раскрылся. У Гайвани особым образом загнуты края, чтобы можно было не обжечься, брать пальцами. И при разливке чая, я не знаю получится у меня или нет, тут нужен особый навык. Можно делать это двумя руками. Мастера чайные делают это одной рукой. То есть, берем Гайвань вот таким образом. Пальчиками придерживаем крышечку, чтобы чайный лист не попал у нас при разливе чая в пиалку. И разливаем настой. Ну вот я пролил, естественно. Но, если вы будете присутствовать на чайной церемонии, все эти процедуры будут проходить на специальной чайной доске. Чабань. И пролить чай, это нормально. В доске специальной прорези есть, а внизу встроенный поддон. Все это проливается, копится там. И таким образом ваш стол не пострадает. У меня Гайвани пока, вернее не Гайвани, у меня Чабани пока нет. Поэтому вот так проливаю чайный стол. Собственно, вот у нас настой. Получился он посветлее. Чай ее положил мало, и экспозиция была менее долгая. Но все равно вкус чувствуется. Вкус молочного луна. Вот. Таким способом тоже можно чай заваривать, чайный лист, несколько раз. Ну, естественно, вот такой вот объем, маленький, он там выдержит, но парочку, тройку проливов, наверное. Потом чайный лист можно выкинуть, засыпать новый. Это все, что я хотел вам рассказать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok